Две тысячи дворов, семь тысяч жителей, а вода есть не у всех. В маленьком поселке Заветный большинство жителей часто наблюдают сухие краны, особенно летом. Выход на ходе от каждой по-своему. Кто колодцы роет, кто скважины бурит. Но средства на это есть не у всех. С проблемой армавирцы обратились к президенту России. В ситуации уже разбираются краевые власти. О том, как решаются их вопросы, заявители смогли узнать сегодня. Губернатор Краснодарского края провел прием граждан по поручению главы государства. Наш поселок разросся в последнее время. Много многодетных семей, более двух тысяч домовладений и более семи тысяч человек проживает. У нас существует проблема с водоснабжением. Особенно в летнее время мы сидим без воды. Вода должна быть там, где на самом деле ее ждут, эту воду. И приоритетность расставки, остановки, в том числе и расходы средств из бюджета, должна идти в сторону комфорта жизни людей. Если в доме тепло, если есть вода, утро пройдет великолепно, и человек придет с хорошим настроением на работу. Давайте понимать людей. Надо просто реально жить категориями людей, которые живут в таких условиях. И мы будем понимать, что нужно делать. Мы уже приступили к реконструкции водовода. Поэтому сейчас муниципальное образование проводит конкурсный отбор подрядной организации. Соответственно, до конца года водоснабжение будет нормализовано. В крае с проблемой нехватки воды сталкиваются не только под Армавиром. Но появилась возможность улучшить ситуацию с водоснабжением сразу в нескольких районах. Из бюджета уже выделено 10 миллиардов рублей на строительство трех крупных водоводов. Я надеюсь, что проблема в 23-м году закроется раз и навсегда с проблемами воды и в Тимрюке, и в Ейске, и в Новороссийске, и в Геленджике, и во всех попутных населенных пунктах. Этой проблеме как минимум лет 30 уже. И все говорят, подождите жителям. Осталось еще чуть-чуть. Не нужно, чтобы эта проблема переходила от дедушки с бабушкой к внукам. Нельзя, невозможно, еще раз подчеркиваю, злоупотреблять терпением народа. А в Ленинградском районе местные жители обеспокоены не самым парадным состоянием воинского мемориала на Октябрьской площади. Работы здесь ведутся с 2018 года и рассчитаны на три этапа. Как раз к реконструкции Вечного огня строители приступят в этом году. Вениамин Кондратьев поручил главе района, чтобы к празднованиям 75-летия Победы памятник привели в порядок. А уже к концу 2020-го обновление завершат полностью. Эта просьба не моя, а всех жителей Ленинградского района. Первый этап реконструкции нашей площади завершена. Но вот второй этап, мы просим у вас помощи, это непосредственно памятник участникам Великой Отечественной войны, где вписаны и фамилии погибших в Афганистане, ребята, которые погибли в Чечне, и потом позже это Чернобыль. 1200 человек у нас вписано там, и еще предстоит вписать около 7 тысяч только ветерану Великой Отечественной войны. Памятники по всему краю, если честно, как и понимание, и главы муниципальных образований, еще раз департамент, они должны быть отреконструированы, они должны быть надлежащими в внешнем облике. Еще раз подчеркиваю, облики, которые достоин тех людей, которые отдали свою жизнь за свою Родину. Принципиально важная задача и для нас, и для подрастающего поколения. Они должны видеть эту память не на словах, а на деле. В этом-то и будет их патриотизм. Когда мы на уроках рассказываем одно, а в жизни их окружает другое. Какой же патриотизм? Они должны видеть пример. А пример это когда обелиски, вечный огонь, мемориалы. Поэтому давайте задаем так, что больше к этому вопросу. Президенту ко мне, коллеге главы муниципальных образований, никто не обращался. Ни ветеран, ни участник, ни приравненный, да и просто жители не обращались. Стыдно, коллеги, стыдно. На прием в главе региона приезжают со всех районов Краснодарского края. Как правило, с инициативами выступают люди старшего поколения. Но в последнее время в списке заявителей все больше молодежи. Леонид Терехов пришел с просьбой построить спортплощадку. При знакомстве с губернатором молодой человек немного растерялся. От вопроса главы региона о названии его родного поселка. А почему она горькая, эта балка-то? Название-то почему так бывает? Там родился, нет? Ну уж точно, почему горькая балка-то? Горькая-то с чего она стала-то? С самого родителя, да. Странно. Юрий Михайлович, что у нас с этой площадкой там? Вся рабочая документация готова. В министерство подана заявка. И ждем соглашения, подписания. И приступаем к строительству. Ну, а когда она может появиться-то у них? Ну, я думаю, что до конца года, Юрий Иванович, мы эту работу выполним. Ну, точно, до конца года успеем. Да. Все, можешь смело сказать, что площадка у вас будет. Удачи тебе. Ну, ты потом мне расскажи, почему на горькой балка-то сговорить. Стоит отметить, что именно по инициативе главы региона, начиная с 2020 года, в крае будет строиться не меньше 20 уличных спортивных площадок ежегодно. А вот жительница станицы Канеловской Староминского района посетовала, что селянам негде гулять. Бывший колхозный сквер давно требует ремонта. Венемин Кондратьев заверил, что совсем скоро на его месте появится новое общественное пространство. Власти уже выделили 25 миллионов рублей. Радостную новость Ольга Велика-Иваненко уже спешит сообщить односельчанам. Как раз именно это место. Здесь и молодежь, и пенсионеры сюда приходят с детьми, и родители молодые. И свидания здесь проходят. Поэтому я думаю, что это место должно быть очень красивым, благоустроенным. Губернатор сказал, парк у вас будет, и я очень рада этому. Решился сегодня вопрос и с Домом культуры в станице Голубицкой. Там отреставрируют зал и полностью обновят оборудование. А на концерт в честь открытия обновленного комплекса жители уже пригласили губернатора. Домом культуры в станице Голубицкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова